I have ways of blowing things off. Здарова, ребятушки! С вами Ладушки. Ну что ж, уговорили вы меня сюда еще раз вернуться. Ну, я в принципе не так уж и не против. Ушел я с улицы, потому что мне нужно было порыться в настройках. Также я немножечко полистал менюшку. Теперь я знаю, как открыть инвентарь не на ту же кнопку, на которой у меня останавливается запись. Так, сейчас, минутку. Вот так. Да, вот так мы сделаем. Так, это у нас... Вот так. Да, вот так вот у нас обыскивается. 12 монеток мы нашли. Супер. Хочу пойти, наверное, сегодня немножечко в другое место. Просто здесь вначале, насколько я понимаю... Кстати, я не знаю, насколько рандомная здесь генерация. Вначале вроде как у нас нет никаких врагов. Я хотел бы походить сначала здесь все-таки, пособирать то, что у нас было в прошлый раз. Желательно, кстати, не наступать на гвоздь, да? Там что-то написано. Да, ребят, вот это все, что я читал, я перечитывать не буду. Если появится что-то новое, я, конечно же, почитаю. Ну и, как вы понимаете, никакой начальной заставки тоже уже в этот раз не будет. Ну, блин, было уже. Так, синие зелье какое-то мы нашли. Я не знаю, что оно делает. Масло нашли. Мне бы, на самом деле, найти бы взрывные красные травы. Это, кстати, интересно тоже. Это открывается. Кухонный столик с множеством пошкрябин и следов от порезов. Он также очень замученный. О, сушеное мясо мы нашли. Хорошо. Печка. Старая печка. Из нее запах сгоревшей плоти. Бочечка. Гнилое мясо. Ну, насколько я понимаю, что мясо... Опять же, я пока ничего про эту игру не знаю. Но мясо это хорошо. Два томата это хорошо. Потому что у нас тут есть такой показатель, как голод. И с ним придется что-то делать. Поэтому от мяса я отказываться явно не буду. Так, ладно. Давайте, наверное, избегать каких-то деревянных поверхностей. Пошел, а все за того же персонажа не начинал. Вот там вот будет гвоздь, да? Погодите, я пока туда не пойду. Так, там разрыв у нас в полу. Нужно пройти. Давайте вот так вот пройти. Да, вот так. Если проходишь под стеночкой, то тебя ничего не трогает. Гнилая бочка. Чем я безмерно рад, конечно же. Так, что-нибудь полезненькое. Вот, взрывное зелье. Отлично. Это то, что, я так понимаю, меня спасло в прошлый раз. Красное зелье. Ну-ка, масло. Масло, я так понимаю, у нас все-таки больше будет для поджигания чего-то. Маленький ключ. Погодите. Ох, все равно. Знаете, вот этот инвентарь, он очень сильно навевает первый Dark Souls, поэтому... Так, уэпона у меня никакого уэпона нету. Сейчас, items. Айтем, да. У меня есть маленький ключ. Ржавый, поношенный ключик. Палка. Обрезанная ветка дерева. Может быть полезна в каких-то ситуациях. Окей. Угу. Зелье синего цвета. Ладно, мясо, мясо, факел. Факел, это, конечно, все хорошо. Железные стрелы. Вот, взрывное. Взрывное, к сожалению, только одно. Я бы хотел больше. Я не уверен, что я хочу пока что идти дальше. Я там на улице пока был, заметил еще один проход. Сюда мы еще вернемся, но здесь мы были с вами в прошлой серии. Здесь мы с вами... Нет! Спасибо, спасибо. Собирался же этого не делать. Ладно. Черт. Так, что-нибудь полезненькое тут ничего. Тут... Я сейчас быстро лутаю, потому что... Синее зелье. Быстро лутаю, потому что здесь постоянно... Эээ... Собаки. Собаки, собаки, собаки. Вот, два помидора, это вообще здорово. Вот, видите, здесь лучше не задерживаться. Черт побери, я все-таки себе ногу-то покалечил. Как отвратительно-то вышло. Я же не собирался этого делать. Вот сюда я хотел сходить. Отвратительнейший запах гнилого мяса исходит из... Это как раз то место, куда нужно сходить. Ты заходишь тебе в нос такой запах. Хыдыщи. Такой, да, да, нам нужно сходить. О, кэббич. Мы нашли капусточку. Супер. Можно будет сделать бутербродик. Не, поедите, хлеба не хватает. Сухое мясо есть. Свежее, ну, свежее мясо. Обычное мясо, сухое мясо, гнилое мясо. Хорошо. Я думаю, что скоро можно будет открывать свой ресторан. Так что вполне... А, вот те грибы, погоди, погоди. Там были какие-то грибы. Ммм, их можно собрать. Сухие грибы. Что значит Бейсмен-2? Ох, черт. О, еще грибочки. Что у нас по состоянию здоровья? Да, вроде, неплохо пока что. Мне бы как-то с кровотечением справиться. А как мне это сделать? У меня есть, кстати, ловушка на медведя. Blue Wild. Red Wild. Red Wild, скорее всего, жизни. Blue Wild. Манна? Хотя, я не знаю, у меня нету... Ой, счастливо, монетки. У меня, вроде как, нету... Этого, магии. И я не знаю, что мне делать с кровотечением. То есть, каким образом оно здесь лечится. Спасибо, кстати, что по комментариям пояснили мне, что творится с сохранением. Я больше никогда тут F5 не нажму. Просто замечательнейше. Что это такое? Древние ритуалы... Блин, я еще на это кровью накапал. Серьезно? Стоишь такой посреди пентаграммы и на нее кровью капаешь. Ну, что может быть лучше? Старинные ритуалы... Ритуальные знаки вырезаны здесь. Выглядит так, как будто это символ старше, чем странные боги. Так. Тело на земле. Похоже, как жертвоприношение более старейшим богам. Так. Грибочки. Грибочки, это все хорошо, я их буду собирать. Вот! Какой-то синий... Да, да. Тут хорошо. Очень многие вещи собираются, и их нужно собирать. Грибы. Ну, как минимум, похавать можно будет. Так что я не думаю, что с этим будет какая-то проблема. В бочечке у нас получается высохшее мясо. Масло. О, метательные ножи. Метательные ножи, это круто. Пайн-контакт. В бочке ничего. Ах, ты ж, дишь ты нафиг! А если я не хочу с этой штукой драться? Погодите, погодите. Это, конечно, все здорово, но... Я без понятия, какой оно силы. И стоит ли мне вообще влазить в это? Ага, я начинаю страдать от голода. Ну, очень круто. Угу. Впереди запертая дверь. А, она заперта с другой стороны. Это, так понятно, как шорткат. Окей, это опять же такие вайбы на Dark Souls, кстати, если что. Угу. А вот это интересно. Смотрите, говорят, дверь выглядит закрытой. Можно ее попробовать открыть силой. Можно использовать маленький ключ. А можно красное зелье. А что значит красное? Давайте маленький ключ используем. Ха-ха-ха. Да. Оно раб... Ешки-матрешки. Тут тоже эта фигня, если что, ходит. И тут трупы. А трупы можно облутать, я так понимаю. Куча трупов разной степени разложения. Черт с тобой, давай нарвемся. Я не знаю, что он делает. Так, айтем, возможно. Blue Wild у меня есть, а что оно делает? Ладно, давайте пойдем по проверенному пути. Да, на этого чувака давай. А-а-а! Хе-хе-хе. Э-э-э, в смысле, блин? Я думал, ты сдохнешь без этих штук. На. Так, я вроде целый. Хорошо. Можно обыскать тело, можно ударить... Блин, я забыл, что тут можно ударить тело. Это круто. Ха-ха. А, у него ничего ценного. Ну, черт. Получается, я зря тебя мочил. Так, гнилое мясо заполняет тарелки на столах. Привлекая еще больше мух. Взять... Э-э-э... Вы решили взять гнилое мясо? Оно мягкое и чавкающее, еле держится вместе. Фу, блин, я не уверен, что я хочу это брать. А-а-а. Фу-фу-фу-фу. Так, ну, да, в гнилых бочках у нас ничего нет. У нас, возможно, в простой бочке что-нибудь есть. Два сухих грибочка. Это хорошо. Так, в общем, труп можно еще попинать. А зачем я тогда его убил? Наверное, я просто хотел понять, насколько они сильные. Что у меня по хп-шке? М-м-м... Так, книга у меня одна. А что, если я съем помидорку? Чуть-чуть, чуть-чуть менее голодным стал. Погодите, у меня какой-то перелом. Как мне вообще лечиться? Блин, это проблема. Крафт айтемс. Ага, я не умею. Финиш. Нет, это у нас наши доспехи. Оптимайз. Хорошо. Если мы пойдем... Да, красная трава нас лечит. Хорошо. А синяя трава тоже лечит. Замечательно. А синяя микстурка еще больше лечит. Но смотрите, как дорого мне дался этот бой. Что мне сейчас приходится столько... У меня остался один вайл. Так. Гласс вайл. Интересно. Гнилое мясо я пока есть не хочу. Давайте я этот помидорчик похаваю еще. Так, ладно. Просто там у нас еще такие штуки сверху обитают. Получается мне с ними драться. Но как-то... А, тфу ты, блин. А, тфу ты, блин. Я умер из-за инфекции? А, нельзя на гвоздь было наступать. Черт побери. А как мне лечить ран? Ладно, ладно. Я так понимаю, что... Я сейчас немножечко... Ну, да. Хорошо, хорошо. Continue. Да, вот этот же сейф давайте. Нельзя наступать на гвоздь. Вот вообще никак. Так, ладно. Туда мы сходили. Посмотрели. Да, беги скорей. Я хочу тут позабирать некоторые вещи. Пока я могу хоть что-то забрать. Потому что скоро придут... О, кожаный шлем! Все, 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 все. Валим. Не надо на меня орать. Я еще приду. Я еще вернусь. Я не хочу угрожать, но я еще вернусь. Черт, тогда получается, что мы сюда идем? Маслица. Давайте опять это все облутаем. Эль! Так, кстати, что у нас по шлему-то? Так. Equip head. У меня есть leather helm. 46, 57. Да, я хочу шлем одеть. Спасибо. Он не отобразился, но ладно. Я нашел грязь! Я нашел палку. Я не помню, если я находил грязь, кстати. Мы узнали, для чего маленький... А, маленький ключик, он случайно там оказался? Я нашел воду. Факел. 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 Это еще было сейчас реально виски. Так, книга, 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 книга. Это мы читали. Книга страха. Пойдемте. Так. Гнилое мясо. Да, меня предупреждали на счет того, что я буду подыхать много. Как бы я тут немножечко не удивлен. Но все же сдохнуть... Ну, не, я понимаю, что заражение это не просто так. И от этого люди обычно умирают. Просто как бы немножечко неожиданно, что ли, было. Не наступить на... Так, тут... Ай, страшно. С другой стороны... Ёб-рес, это я же в обуви хожу. Ну, как так-то? Печаль, тоска. Так. Не наступаем. Пожалуйста, надо запомнить. Не наступить туда. Деревянный щит. А зачем он мне? Вот, маленький ключ. Теперь он здесь. Менечко, значит, лут рандомизирован. Офигеть. А вот это неплохо, кстати. Пила. А, это... А, фу, блин, мне показалось, что это пропасть. Так. Это у нас какие-то статуэтки с надписями «Спаси нас». Давайте не наступать ни на что. Так. О, хлеб! Мне как раз для бутера не хватало хлеба. Класс. Я нашел... Так, мясо. Да, возьмем мясо. Один из таракашков побежал по твоей руке после того, как ты подобрал мясо. Ну, очаровательно просто. Так, полочка. Мука. Мука. Так. А! Я не думал, что ты откроешься! Зачем же так пугать-то? Я просто тыкнул, думаю, ну... Железные двери просто так не открываются. Вы чё? Так, там у нас... Вон та тварь будет, да? С которой мы в прошлый раз сражались. У меня этих взрывных зелек-то нет сейчас. Нету? А-а-а... Па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Малаки... Смалки... Смалки у меня есть один, да. Сухое мясо, мука, гнилое мясо. Да, я виски подобрал, эль подобрал, грязь. Очищающий талисман. Но у меня нету никаких взрывных зелек. Я чё-то не уверен, что я хочу с кем-то из врагов... Спасибо, вон он. Пойдём тогда ещё раз... А, погодите. Если он там, то, возможно, тут его... Да, тут его не будет. Тут у нас книжки. Книжки мы подбираем, скорее всего, да? Хэтс. Хэтс. Хе-хе-хе. Мы находим... Passages of Mahabra, он, кстати, внизу уходит. Если что, потом почитаем книгу. Я так понимаю, что это может быть полезно. Хэтс. Но второй раз мне так не повезёт. Угу, Тейлз. Ничего интересного. Пинанс Найтс. Хм, интересно. Хорошо, и вот тут ещё одна полочка. Книжечек мы с вами понагребли. Значит... Книга Страха. Пинанс Найтс. Угу. Ну-ка. Мы открываем... Мы открываем... Вот эту книгу. И страницы начинают рассказывать нам истории прошлых веков. У меня, кстати, выглядит красиво. Чувствуется, как будто ты спишь. Открываешь глаза в новом мире. Это нас телепортировало? Офигеть. Подходящее слово. Ты видишь, как некоторые формы появляются в свете солнца. Ты узнаёшь их как новых богов. Они пытались поставить новый мировой порядок. Сместить старый порядок, в смысле. Франко доминирующий. Тот, который смотрит на тебя с напряжением, посмотри в его глаза. Его смешит твоё присутствие на древнем ландшафте. Ландскейп, да. Это флова. Смертный, который вступил в реальность богов. В мир богов. Ты можешь почти что чувствовать чувство ностальгии в его кривой улыбке. Остальные новые боги не так заинтересованы в тебе. Запытанный, ну, терминтедуан, я так понимаю, что это замученный, замечает тебя. Он сияет воспоминаниями о старых травмах и пытках. И ты чувствуешь отвращение одним его присутствием. Что он над тебя хочет остаться загадкой? Ты чувствуешь холодный пот, который течёт под его интенсивным взглядом, жестким взглядом. Франкос. Давай опять встретимся. Где? Что? Зачем? Ага, формы силуэта исчезают в солнечном свете. Я куда-то портнулся. Что происходит? Этот город всё больше и больше начинает напоминать иллюзию. Я нашёл воду. Круто. Это вообще легально, блин. Я нашёл сыр. Угу, синяя, синяя штука. Это у нас хоть какая-то хилка, тоже хорошо. Нитроглицериновый порошок. Ммм, звучит интересно. Блин, а куда я... Ох, а тут темно. Сундук! Угасающие лучи снаружи помогают немного осветить помещение. Грубый сундук. Он не кажется закрытым. Нет, давайте хайдз, ладно. Да. Вы находите древний талисман из сундука. Всевидящий талисман. Ага, забираем с собой. Там что-то блестит на полу. Счастливая монетка, а вот теперь у меня их три получается. Мне так больше уже никогда не повезёт. Погодите. Угу. Завал блокирует путь дальше. То есть там теоретически есть второй этаж, но его нету. К тому кувшинчику я тоже пробраться не могу. Отлично. Хорошо, что я сюда зашёл. Мне бы... Ты начинаешь слышать пахнущие вещи из... Погодите, или я что... Минутку, минутку, минутку! Меня что, возвращает? А, блин. У меня на время это что-ли было? Мне там нравилось, кстати. Я могу туда ещё раз вернуться? Нет, книга одноразовая. Ладно, что за рыцари? Такие-то рыцари. Специальный отряд Ватиканского... Ватикана. Которые носят особый доспех. Эти рыцари используются в особо опасных заданиях. А, в этих заданиях шанс на выживание особо мал. То есть это самые какие-то крутые элитные рыцари. Ага, этот доспех был спроектирован таким образом, что он очень легко садится при одевании, но его уже невозможно снять с того человека, который был избран для миссии. То есть, скорее всего, имеется в виду, что этого человека там уже и убьют. Ага, в этой броне есть специальные шипы, которые впиваются в тело носителя, и боль должна очистить разум носителя и также повысить его ярость в битве. Какие-то такие церковно-садистские наклонности. Из-за особого использования этих рыцарей и такой брони только заключённые к смерти могут становиться этими рыцарями. Ага, то есть рекрутам даётся последний шанс очистить своё имя от преступлений перед финальным судом. Это меня никуда не телепортнёт. Ну, хотя бы так. Так, у нас там страшная дверь, а там враг. Пойдёмте в дверь. Я не хочу, пока у меня нету гранат, я не хочу встречаться с врагом, честно. А, точно, это фу ты, блин. Серьёзно, я забыл. Это железная дверь, которая у нас ведёт... Я же здесь был уже в прошлой серии. Извините, тупанул. Кстати, вот эта палочка. Я думаю, я могу её взять. Да, я могу её взять. Пойдёмте вон туда, к культистам зайдём. Угу, 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 угу. Ягоды. Ягоды, Карл. И капусточка. Жучка я не могу подобрать. Вот эти ребят, конечно, очень оптимистично тут висят. Так, обследовать. У меня есть очищающий талисман. То есть я могу туда зайти. Хорошо, идём. Это то, что я в прошлый раз подумал, что это сохранение. Это нифига не сохранение. Тут у нас... Вот эта книжечка есть. Это же книжечка. Так, и у нас есть вот эта фиговина. Проклятое оборудование. Use Hexen. Да, это у нас прокачка. Хорошо. Так, тут мы... Я боюсь сейчас на деревяшки наступать. Идите в задницу. Я в прошлый раз от этого склеился. Так. Отсюда мы в прошлый раз никуда не пошли по той простой причине, что я просто обнулил наше прохождение. Теперь нужно попробовать этого не сделать. Давайте выйдем. Тут есть вторая железная дверь. А вдруг и она откроется, прикиньте? Да. Так, полностью неизведанная территория. Полностью. Красное зелье. Капкан. Мясо сырое. Там кто-то стоит. С этим кто-то можно поговорить? Оно... Вот, смотри, что там сверху. Маленький ключик еще один найден. Получается, у меня их два. Нитроглицериновая пудра. Ну, порошок имеется в виду. Блин, там внизу какие-то инструменты для пыток. Нет! нет 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 она меня догнала чёрт могу сказать кроме как черт а скиллы поговорить я сомневаюсь что с этой штукой можно поговорить у меня сто процентов здоровки давайте по голове я пожалею об этом я тяжелой кровопотери давай по этой руке есть ему отрубил руку у меня кровотечение идет да так хорошо значит давайте еще раз атаку не будем пускать шанс может по ноге по голове промаж давайте в торс 318 неплохо еще раз торс как ты мог промазать ты посмотри какая туша перед тобой 303 так я сейчас сдохну кстати тэйл спасибо да он меня убил как с этим бороться ладно ребят давайте пока что наверное эту серию завершим я так предполагаю то есть хорошо значит я специально не пойду смотреть никакие гайды и никакие советы и никакое ничего если вам интересно эта игра то есть вы мне уже показали что она вам интересно там много просмотров много комментариев давайте видите меня тогда по этой игре пожалуйста без спойлеров просто полезную информацию полезные намеки во первых что мне делать в ситуации с кровотечением как мне лечить кровотечение какие рецепты я понимаю что большую часть из этих вещей я должен найти сам на я не хочу играть без записи а вот так вот страдать каждый раз на запись выискивая тайны наверное будет немножко несправедливо по отношению к вам поэтому давайте сделаем так вы мне пишите какие-нибудь полезные советы без спойлеров просто там смотри что поставить кровотечение нужно то-то или там например чтобы победить превосходящего тебя врага попробуй вот это или вот то 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 вот давайте сделаем таким образом я посмотрю как зайдет эта серия если она зайдет также хорошо как предыдущая я в принципе хочу снимать эту игру дальше мне нравится но я хотел бы тогда сделать небольшой ну так скажем коопчик с вами поэтому пишите мне советы пишите мне рекомендации я их прочитаю и уже исходя из них буду снимать следующую серию все ребятушки спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодушек всем покеда а